Дальше, подписчики, я вам хотел как бы рассказать и как бы пожаловаться. Во-первых, давайте я сдалека чуть-чуть начну эту историю. Я ее уже как бы рассказал, но для общей картины надо. Есть такой кучерявый человечек, который мне скидывал видос и говорил, я сделал режим для из-поварлс. Мы с ним связались, разрабатывали вот этот режим. Ну как, я что-то говорил, он это делал, он от себя там до хренища сделал. И моими всякими еще советами чуть-чуть подполирнул, да, чтобы все нормально. А некоторые мои советы вообще не взял. Мы запустили этот режим на из-поварлс, чтобы нормально. Он там что-то вылетал, но это все фиксилось, вот по порядочку как бы фиксы подходили. И последний дел, он даже вылетал меньше, чем обычно. И в какой-то момент просто из-поварлс перестает работать. И оказывается, что этот, ну вот барн, который создал мясорубку, он брал неофициальные плагины. Он их, он брал слитые. То есть люди делают плагины, продают их. И он их брал слитые, их версии. И в слитых версиях этих плагинов были вирусы. Нам написали с хостинга, сказали, здравствуйте, вы нам заразили нахуй всю машину вирусной. Вы что там типа охотили? Мы вам, ну, ограничиваем доступ к вашей машине. Хорошо то, что мы с ними как бы долго работали. Гена с ними договорился и сказал, дайте хотя бы скачать наши файлы. Нам удалось спасти этот, как его, spcreate. Ибо пришлось бы все заново бы, ну типа вайпать, все заново делать. Это был бы кринж. Вот, как минимум мы спасли spcreate. Как максимум мы спасли весь spwarolds. На данный момент spwarolds либо уже запустился, либо потихонечку будет запускаться. И сейчас там будет, там, гп что-то включится. Потом через некоторое время включится, этот, скайблок. И все такое. Вот, как бы, ну, нормальная тема. Это потихонечку все будет проверяться на вирусню, да, где почистили, где не почистили. Мясорубка пока не вернется. И у меня к вам вопрос. Насколько будет, ну, справедливо то, что я скажу, да. И, ну, мне вот это вот Андрюша предложил. И я, в принципе, предполагаю то, что, возможно, это, ну, так и надо сделать. Во-первых, по вине одного конкретного человека у нас не работали, ну, нельзя было создать аккаунт. Потому что ты, ну, на SP нельзя было, короче, проходку купить на протяжении 3 дня. На любые из серверов SP, давайте так. Вот, потому что надо же подвязать аккаунт свой для того, чтобы на него проходку взять. У нас не работал ни один из режимов. У нас не работал SP World. Ну, короче, у нас просто вся наша мега корпорация стала из-за того, что чел, ну, вот, ну, вот так. Собственно, у меня вопрос, насколько, насколько оправданно будет, ну, так сказать, вывести какой-то штраф по этому поводу. Потому что, ну, ну, мы охуели. Вот, это первое. Второе. Андрюша вообще предложил его забубенить, но, ну, я не настолько думаю, что надо жестко. Второе. Есть еще вариант. Ну, это не второй. Это, возможно, они вместе должны идти. Мы это будем обсуждать. Андрею очень хорошую тему предложил. Как бы режим мясорубки что-то заработал. И я с этого режима, ну, процент должен отдавать, естественно, разработчику этого режима. Это типа окей. Ну, а что Андрюша предлагает? Взять его денег. На эти денег купить те же самые плагины, но купить их официальные. И как бы, ну, не работать на пиратском программном обеспечении. За его денег, за его долю взять, да, и купить эти плагины. Ну, типа сказать, здравствуйте, слушайте, ну, раз вот так получилось, типа мы за ваши деньги покупаем вот это вот, ну, эти же плагины. За то, что вы заработали. Вот. А если не заработали, в будущее за то, что еще заработаете. Ну, и из, ну, прям реальных санкций, но я тут с Андрюшей согласен. Слишком, ну, это как-то странная хуйня, но я слишком доверился. Из-за видосов и все такого мы никому из предыдущих админов сразу не давали доступ. Типа, э-эй, заливай, блядь, что хочешь. У нас были какие-то проверки и что-то такое. Этому челу я сказал, да-да-да, давай, он топовый, реально, там режим мясорубка, топ, загоняем. И мы ему сразу дали доступ ко всему. Ну, теперь Андрей сказал то, что Барн будет сначала Андрею кидать, Андрей будет проверять, что он кидает, да, и потом только мы будем запускать. То есть это немножечко или даже не немножечко замедлит восстановление вот этого вот режима, потому что... Или какие-то обновления в этом режиме это замедлит. Что довольно-таки обидно, но сам-то режим охуенный получился. Я вот разочарован. Но зато я не разочарован, что, представляете, сегодня... Вот у меня был один день, когда я узнаю, что киношка хуяк и что-то не присутствует на всех площадках. И в этот же день я узнаю, что оказывается хуяк и у меня нету из поворолса. А сегодняшний день, когда я узнаю, у меня, во-первых, что не болит яйцо сегодня, это уже, да, бонус. Я узнаю, что из поворолс возвращается, и я узнаю, что у меня хуяк и я еще узнаю, что киношка возвращается везде на все площадки, все отлично. Вы представляете, как совпало, что самый мой страшный день за одну неделю переходит в самый мой счастливый день. Вот, и все на хайпе. Вот, вот такие вот у меня, господа, для вас топи истории. Yes, да? Вот, и... Я очень надеюсь на то, что скины на амбар там все сохранится. Я понятия не имею, что там удалось спасти, что не удалось. Есть шанс, короче, я объясняю, как я это понимаю. Удалось спасти примерно все. Но, если это примерно все заражено вирусом, и нельзя отрезать вирус от каких-то данных, ну, типа, сори, нам придется как-то восстанавливать по-другому. Вот. Возможно, нам придется... Ну, знаете, как можно будет? Возможно, придется откатить донаты именно. Что у вас просто будет столько монет. Значит, то и вы заново купите эти... Эти... Как их там? Ну, эти ангары себе. Да? Вот. Возможно, вайпнется, кстати, весь режим. Типа, я понятия не имею, что там восстановится. Да? Вот. Так что нормальная тема. Так. Алло, да. Надеюсь, вы ставки сделали по поводу вылета стрима. Проверяем. Три-два. Раз, начали. Три-два.